Доступную среду в аэропорту оценили на тройку. Активисты Общероссийского народного фронта и регионального общества инвалидов проверили инфраструктуру здания аэровокзала. Оно, как и все общественные места в округе, согласно федеральной программе, должно стать доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комната матери и ребенка, пожалуй, единственное место в аэропорту, частично приспособленное для человека с ограниченными возможностями здоровья. Между комнатами нет порогов, на полу не скользкое покрытие. Комфортно чувствовать себя здесь будут все посетители, кроме инвалида-колясочника. Узкие дверные проемы не позволят ему попасть в комнату. Ну, во-первых, завершить реконструкцию и сделать действительно нормальные пандусы, нормальные двери, чтобы инвалиды могли совершенно спокойно подниматься сюда. Я понимаю, что следующим шагом нам придется вот эти туалетные двери, извините, которые 60 сантиметров расширять до 90 сантиметров, либо делать отдельный туалет для инвалидов. По словам Валерия Остапчука, аэропорт станет доступнее уже в июле 2016 года. Летом планируется завершить монтаж пандуса. Для инвалидов-колясочников будет предусмотрен отдельный вход. Пандус будет иметь оптимальный угол подъема, поручни и антискользящее покрытие. Председатель регионального общества инвалидов Надежда Ковалевская сразу отметила – в здании аэропорта скользкий кафель. Зимой он становится причиной массовых ушибов, причем даже здоровых людей. Чтобы передвигаться по зданию безопасно, плитку необходимо прорезинить, лестницы оборудовать поручнями и перилами. Активисты ОНФ также обеспокоены тем, что аэропорт не смог приобрести амбулифт для доставки и погрузки колясочников в самолет. Специалистами Народного фронта были выявлены такая, на наш взгляд, сомнительная закупка – это покупка автомобиля премиум-класса за около 4 миллионов рублей. Я думаю, что можно было бы эти средства направить как раз на устранение вот этих вот погрешностей, которые на данный момент присутствуют. Приобрести амбулифт руководство аэропорта планирует за счет средств программы «Доступная среда». Она действует на территории Ненецкого округа и России до 2020 года. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, Телеканал «Север».